У меня ведь скоро на фронт. Я понимаю, но... Все можно изменить. Но даже если не получится, я для себя все решил. Будьте моей женой. Только не молчите. Я приму любое ваше решение. Хорошо. Спасибо. Я завтра заеду. До свидания. Это битвы, бескрайнее поле. Это боя, бессмертные дни. И железное русское поле, Что сильнее немецкой брони. Это тигра, зловещие тени. Наши танки в смертельном огне. Это главное наше сраженье В той великой и страшной войне. Это главное наше сраженье В той великой и страшной войне. Лысаков, вставь. Выспался? Прохладно тут у вас. А так выспался. Ну ничего. Отогреешься. Так, Машка, подожди. Сейчас. Последний штрих. Красота. Ты чего опять? Да глупость это все. Тань, ну какая свадьба? Мы виделись-то. Два раза встретились. И все так быстро. И сразу же это свадьба. Маш, ты мне это прекрати. Он тебе нравится? Нравится. Ну вот и все. Забудь ты своего курсанта. Он свое счастье прогулял. А ты сегодня выйдешь замуж. Да и вообще не об этом надо думать. Скоро на фронт. Вот. Потому что на фронт. Поэтому и быстро. Время сейчас такое. Нельзя медлить ни в чем. Понимаешь? Только фронт фронтом. О будущей жизни тоже надо думать. А если об этой проклятой войне все время думать, так в ней и завязнешь. А когда о мире думаешь, делаешь все, как в мире положено. Женишься, дом строишь, детей рожаешь. Ну, того гляди, мир этот придет. Машка, ну ты мира хочешь? Хочу. Ну вот и все. Таня. Угу. Че? Вот скажи, ты бы смогла так? Как так? Ну, вот так. Ну, вот так. Без любви? Я нет. Ну, Маш, если бы меня так любили, как он тебя любит, то я бы обязательно полюбила. Ну, решать тебе. Ой, Машка тут с твоим этим ничего не успела. Вот мне все говорят, Борис Петрович, он лучший в роде. Офицеры говорят, отпустите его, Борис Петрович. Он лучший. А я так не считаю. Через 15 минут построение на плацу. Как понимать? Генерал приехал. Показательные учения. Не подведешь? Инцидент с гранатой будем считать исчерпанным. Подведешь сегодня же дело отправлю комендатуру. Задача ясна? Так точно, не подведу. Скажу спасибо старшине. Свободен. Русаков на выход. Агашидзе? А вы что тоже забрали? А ты не знал? Нет. А старшина что говорит? Да злой как черт. Гонял полночи. Подворотничок, курсант Васильев. Пришит руками, выросшими из задницы. Тихо. Виноват. Перешью. Товарищ старшина, разрешу. Разговорчики в строю. Ты что, снова захотел говно месить? Я тебя могу отправить сразу после учений. За что? Только доходит. Никак нет. Рота налево. Подводделение. В машину. Бегом. Марш. В ЗАГСе обо всем договорились. Согласились нас первыми принять. Антон нас отвезет. А кто это? Антон мой друг. Школьный. Учились вместе. У него своя машина. А он свидетелем будет. А еще Таню надо подождать. Она прическу не сделала. Хорошо. Подождем. Угу. Так, а что он встал? Сейчас будет стрелять. Еще не на ходу. Слабенько, товарищ полковник. Я понимаю, товарищ генерал. Просто мы проходим курс по ускоренному обучению. Поэтому... Значит, учителя плохие. Отличные учителя. Не могу жаловаться. Это мне будут жаловаться, когда ваши ребята попадут на фронт. Товарищ генерал, на фронте они не подведут. Что еще осталось? Маневрирование и боевые выстрелы. Посмотрите, полковник. А стрелять ниже четверки придется вам замену искать. Закон. Я. Ты делай все спокойно. Удивлять на фронте будешь. А здесь, как учили. Ясно? Так точно, товарищ старшина. Давай. Я в тебя верю. Двенадцатый. Двенадцатый. Задача. Маневрируя, двигайся вперед. До первого огневого рубежа. Первая цель 45 градусов вправо. Огневая точка условного противника. Поразив ее, двигаться прямо. Следующие огневые точки будут обозначены красными дымами. Задача ясна? Ясно. С огневого рубежа поразить цель 45 градусов вправо. Далее цель красный дым. Разрешите выполнять. Выполнять. Механик, полный, вперед! Равнее иди! Мурнебой, ведь дождь! Ну что он башни крутит? Огонь! Другое дело. Ваше решение вступить в брак является добровольным? Да. Вы, товарищ капитан? Так точно. Тогда распишитесь. Здесь и здесь. Теперь свидетели. Да, здесь. Не волнуйтесь. И здесь. Ну все. Теперь ты моя жена. Ты рада? Машка. Машенька. Спасибо. Поздравляю. Экипаж курсанта Русакова. Три шага вперед. Шагом марш! Лучший экипаж по итогам сегодняшних учений. Экипаж, особенно курсант Русаков, показал себя как отличный командир. Я бы такого командира уже сейчас не раздумывая, пустил бы в бой. Спасибо, товарищи курсанты. Служу трудовому народу! Встать в строй! Есть! Общая оценка училища, хорошо. Я проверил три училища, вы пока лучшие. И чтобы это как-то отметить, в столовой вас ждет сюрприз. Что там, все готово? Вот. Товарищ генерал, все готово. Жрать нужно, давай. Те, лишь бы пожрать. А добавку к обеду. Девушки, давай, давай. Девушки, давай, давайте кусок. Девушки, давай, давай. Ну, давай. Ну, где ты? мамой, вы чего на мороз-то вышли? Совет на любовь. Ну, мы встречаемся. Ну, вы даете. Ну, за молодость нам выпить. Да вам-то что ли? Держи. Держи. Традиции, самоводых, нужно выпить. Будьте счастливы, дети. Ну, просто кормить. Ну, ну, давай. Кузьминич, ну не торопи, коней. Так надо. Традиции, сам знаешь, наливай. Так, все, давайте в дом. Так, давайте, все в дом. Невестку заморозите. В дом, в дом, в дом. Давай, Кузьми. Давай, давай. Пойдем, так позднем. Приятного аппетита, товарищ курсант. Сидите, сидите, сидите. На фронте такой дают. Нам только добраться до отруга. Ешьте молча, товарищ курсант. То ненароком поперкнетесь, и до фронта не доедете. Есть, есть молча. Ну что, товарищ курсант, поздравляю вас. Генерал отметил. Спасибо, товарищ политрук. Только я-то не генерал. Я вас каждый день вижу. Все червоточники ваши знаю. Лейтенанта можно и не получить. А мне не важно, в каком звании. Главное, закончить и на фронт поехать. Фашистов бить. Ах, правильно. Солдаты на фронте нужны. Товарищ политрук, а почему вы Гашидзе не отпускаете? Русаков, думайте о себе. А я о фронте думаю. Без Гашидзе одним солдатом меньше, правильно? На фронте тоже порядок должен быть. А вот распустив вас, таких как вы и ваш Гашидзе, давно Москву потеряли бы. Товарищ политрук, отпустите Гашидзе. Не лезь. Да ты ешь, ешь. Я? Смотри на молодых, и вспоминаю себя, когда я шашкой, хопа, хопа, хоп, капусту всех рубил. И мне ваза налить немного, понимаете ли? Пусть мить. Пусть мить. Так я тоже сказать хочу. Товарищ капитан, Дима, вот мы победим, вот мы вернемся в наши дома. Пусть вот в твоем доме, пусть вот в доме Маши будет счастье. Хорошо, как хорошо сказать. Давайте выпьем. Горька, 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 горька. Микка, мне бы вторую руку. Я бы вместе сдавать, пошел варивать, шашкой махать. Пойдем, пойдем, молодцы. Пойду налево и пить немцам. Я бы, понимаешь, рыб тоже пошел на фронт. Пусть я берешь. Пойдем подымим. А мы пойдем, пойдем, пойдем. Подышим? Пойдем, пойдем, пойдем. Я тебе расскажу, как мы понимаем. Что ты расскажешь? Мы понимаем, что мы наберем. Так, друзья, Мич, шли вам в такцию. Их ты рушил и всяк. Пойдем. Пойдем. Вы считаете, что я неправильно поступила, что вышла за вашего сына? Я считаю, что неправильно. Почему? Потому что ты его не любишь. Он мне очень нравится. И я не врала, когда говорила «да». Может, я просто не знаю, что такое любовь? Я знаю. И что это? Это не объяснить. Я помню, на свадьбе гулял. Что-то там только не было. Такую харю отъел. Люба, дорого вспоминать. А что ел, Тём? О, там колбаса, сыры, всякие. Салатов только, видов шесть. Ой, не бреши, прям шесть. Не брешу, шесть. Так потом еще и горячее принесли. Птицу, мясо, рыбу. И ты все это съел? Ну, ел-ел, ну, съел. Так там еще и трех поросят принесли на подносах. Поросенок это что? Баранина, вот это вкусно. Ну, баранина, это баранина. Ну, так эти поросят только мы еле-еле, не доели. Жесток ты человек, Васильев. Душегуб. Чего тебе душегуб? Знаешь вообще, какая история есть? Как наши фашистский обоз с провиантом остановили. Так там такое обнаружили, не то, что поросят. Там на месяц вперед еще. На фронт надо. Там сыто будет. Да, надо на фронт. Не сладко, небось, будет. Но ничего. Потом домой. Да ладно, не плачь, Белкин. Поедешь ты домой. Вася, а ты чего не спишь? Мне кажется, я Машу сегодня видел. А поросенка не видел? Да я серьезно. Когда на машине ехали с учений, а она навстречу проехала. На машине? Да, Вася. Передержали тебя на губе. Дурак ты, Артем. Ну, ладно, мечтай, мечтать. Проводил? Проводил. Мне хорошо как-то. Будто мы твою маму прогнали. А она сама ушла. Не хотела мешать. Боишься меня? Нет. Если хочешь, я могу уйти в другую комнату. Не надо. Я не боюсь. Вернее, боюсь, но это сейчас пройдет. Я никогда так ни с кем не оставалась. Я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Налеву! Равняйсь! Верно! Оля! Ну что, товарищи курсанты, ходите вы уже не как стадо баранов, но до людей вам пока далеко. Смотрите! Ой, это шрамы немецкие, я такие видел. Разговорчики в строю. Направо! На следующее занятие. Шагом! Борж! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравия желаю! Наконец-то! Хорошая новость! Получилось? Как хотели. Вот ваши документы. Пайн Пельджер, Ижикова. И куда? Юго-Западный фронт. В госпиталь 43. Недалеко от Старого Оскола. Под командование Званцева. Твоя же часть тоже в Старом Осколе. Именно. Антох, ну ты волшебник. Званцев уже в курсе. Сашка Званцев, наш школьный друг. Его госпиталь находится в пятнадцати километрах от нашей части. И мы будем рядом? Совсем близко. И когда я должна отправляться? Состав отправляется через четыре часа. Хорошо. Хорошо. Давай, береги себя. Давайте, прощай, дядя. Ну, что ты. Спасибо тебе за все. Спасибо. Я хочу, чтоб мы были счастливы. Так и будет. Прощай. До встречи. Курсант Васильев. Я? До чего нужен Картер? Чтоб гордавить. Чтоб гордавить. Картер нужен для защиты и смазки двигателя. Хорошо. А из чего он состоит? Из двух... Из двух частей. Верхний и нижний. Допустим. А дальше? У него... У него... У него двадцать две дырки. А то у тебя в голове двадцать две дырки. Отставить смех. Козловский справ. Дырки у вас в голове. Там же там ветер гуляет. Запомните. Жить надо своим умом. А не заглядывать в блокнот курсанта Русакова. Садитесь, Васильев. Не надо. Продолжаем занятие. Проведем контрольную работу. Взяли бумагу. И рисуем схему устройства Картера. Прокопий Прокопич, воздушная тревога. Надо в бомбоубежище. Продолжаем занятие. Прокопий Прокопич, всем бомбоубежище. Двадцать две дырки. Ну какие двадцать дырки? Какие двадцать дырки? Скажи, скажи, нормально. Я это не понимаю. Спокойно, спокойно. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Вась, тихо. Еще раз. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Давай, Тихо, тихо. Дороги. Все будет хорошо. Ау. Уходите, уходите. Она рванет сейчас. Уходите. Ну, что артель разъявили? Первый раз такую видите? Такую в первый раз. Пойдем, пойдем. Пленные. Здоровья не будет. Наши бомбы делали. Товарищ полковник, разрешите? Ижиков, ты вовремя. Товарищ полковник, куда документы нести? К комендатуру. Что происходит? Переброска части на Волховский фронт. На Волховский? Ну, это невозможно. Возможно. Фили, ты хочешь приказ ставки оспорить? Никак нет. Немец наступает аэродром под прямой наводкой. Да, но это другой фронт. Ставки видней. Так что, самолет в небо. Подробности полета узнать штаба. Когда? Сейчас. Вещи и все остальное транспорт там перебросит. Товарищ полковник, а можно вечером? Последнее полечу. Мне жену надо предупредить. Женился? Так точно. Поздравляю. А я вот так не успел. Разрешите? Сейчас тебе даю. Потом поздно будет, не взлетишь. Есть. Здрасте. Здрасте. Девушка. Мне надо телеграмму отправить. 43-й госпиталь. Тут не далеко, под вторым отходом. Что за телеграмма? Лично. Личные запрещены. Девушка, меня на Волховский фронт отправляют. А там жена, она ничего не знает. Надо сообщить. Не положено. Немец в наступление перешел, близко совсем. Еще информация такая о переброске. Я понимаю. Но встаньте на ее место. Она волноваться будет. Может, придумаем что-нибудь? Только полевая почта. Может, по телефону? Начальник госпиталя, он мой друг. Он поймет все. Два слова и все. Не положено. Приказ. Я понимаю приказ. А мне что делать? Я вас понимаю, ничем помочь не могу. Мне просто вылетать сейчас. Надо сообщить. Помогите. Пишите. Записку. Сейчас туда раненых повезут много. Передам. Спасибо. Да, если Жак Лер будет в полете стучать, не обращайте внимания. Ледите спокойно. Ну, как взлетите, и мы за вами на транспортнике подтянемся. Андреич, не волнуйся. Все будет хорошо. С Богом, сынок. Пишите. Жак Лерина. Да-да. С Богом, сынок! С Богом, сынок! КОНЕЦ Да, вот это налет был, мужики. Как нас не поубивало-то всех. Толошный, конечно, герой. Спас тебя, Вась. Да, спас. Да, Вась, ты извини, что ты там один остался. Я с этой бомбежкой за Толошиным побежал, там за помощью. Пока мы до тебя добежали, я же терялся. А Толошин мужик. Таким на фронт надо. Да он каждый месяц пишет рапорт на фронт. И что? Ничего. Кто-то же должен нас учить. А что? Это точно. Пойдем. Портовый-то, Василий. С носилками не задерживаемся. Сразу же сюда. Пойдем. Извините, пожалуйста, мне нужен капитан Званцев. Он всем нужен. Ты видишь, что здесь творится? Да, вижу. Давайте помогу. Не надо. Посторонним здесь делать нечего. Этот госпиталь – мое новое место службы. Как фамилия? Мальцева. Нет здесь никакой Мальцевой. Ижикова. Теперь я Ижикова. Ижикова есть. Ижикова, Ижикова. Не успела приехать. Уже письмо. Сороже. Аперационную. Держи. Раненый передал. Вон твой Званцев. Не успели приехать. Уже письмо? Да. От мужа. Их в Волхов перебросили. Неожиданно. Товарищ капитан, разрешите доложить? Старший военфельдшер Ижикова прибыла для несения службы. Ижикова. Операционной ассистировали? Так точно. Отлично. Тогда со мной. Все вопросы потом. Даем вводную. Вы командир роты. Ваша рота продвигается в этом направлении. Вот ваши танки. Задача роты уничтожить огневые точки, мешающие продвижению пехоты. Орудие противника находится вот здесь. Слева, но справа из рощи выходят три танка противника. Ваше решение. В такой ситуации у танковой роты должно хватить сил для одновременного подавления огневой точки противника и сдерживания танковой силы врага. Необходимо разделить силы. Перед командиром одного из вводов я поставлю задачу... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Приказом военного совета Южного военного округа в связи с окончанием курса первого Саратовского танкового училища с отличием воинское звание лейтенант присваивается курсанту Русакову Василию Ивановичу. Вольно. Поздравляю. Благодарю за отличную учебу. Берегись. Приказом военного совета Южного военного округа в связи с окончанием курса первого Саратовского танкового училища воинское звание младший лейтенант присваивается курсанту Василиеву Артему Николаевичу. Поздравляю. Благодарю за отличную учебу. Ура! Ура! Аплодисмен! Тука! 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 Аплодисмен! Русаков! Аплодисмен! Здрасьте. Здрасьте. Вы меня помните? Ваша подруга мне руку перевязывала зимой. Помните? Конечно помню. А где Маша? На фронт уехала. Как? Когда? Да зимой еще. Не может быть. Ну, как не может. Я свидетельницей была. И меня опять не взяли на фронт. Тань, ты идешь? Да. Извините. Мне пора. Вась. Вась, тут? Пойдем, выпьем. Там без баллов бутылочку принес. Не хочу. Ну, ладно тебе, горевать-то. Ну, уехала она. Что горевать-то, Вась? Надо было ее разыскать. Как угодно найти. А я? Ну, уехала, так уехала. Чего уж теперь. Так что давай, пойдем с тобой выпьем, пока там еще осталось. Ладно, пойдем. Последний день вместе. Зачем со мной прощаешься, нам еще с тобой служить и служить. Так ты распределение знаешь? Ну, конечно. Мы с тобой в один полк. Давай, Вась, пойдем. Тема, так это же здорово. Дорого. Пойдем, Вась. Пошли. Давай, давай. Не останется ничего, Вась. Дядя Фома! Здравствуйте, дядя Фома. Здравствуй, Маша. Здравствуй. Ну что, для меня есть что-нибудь? Ничего нету. Ну, может быть, там где-нибудь запряталось. Да нет. Я все помню. Внимательно смотрю. Да. Ничего нет, извини. Да. Ничего, да. Нет, доченька, нет. Вот. А тебе есть. Пляши. Пляши. Можешь. Да. Да. Барантов. Да. Степанов. Так, подожди. А, да. Не бей. Подходи. Вот, ты же тебе. Так, так, Кудышево. На. Что, опять ничего? Несколько месяцев ни одной весточки. Ну, это еще ничего не значит. Письмо могло затеряться. Или просто идет долго. Не переживайте. Я, конечно, гоню от себя мысли, но, если честно, я, я боюсь, что… Что, что, а похоронки у нас быстро приходят. Я хотел сказать, если нет похоронки, значит, живой. Извините. Почему не пишет тогда? Значит, есть тому причина. Димка не из тех, кто будет заставлять волноваться просто так. Он надежный. Да, все там говорят. Ну, значит, так оно и есть. Идемте. Что нам с этой офицерской выплаты делать? То не было ни гроша, а то Талтын. Нет, можно, конечно, домой отправить. Ага, и опять без денег остаться. Нет. А на фронте, кстати, не так кормят. Там деньги не нужны. Пирожки! 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 Ой, сынок, с войны живым вернешься, героем будешь, звезду тебя вон туда вот прям повесят, невесту еще встретишь, хорошую невесту встретишь. Сынок, бери, горяченький, на здоровье. Бери, сынок. Спасибо. Держите. Сынок, много? Тут еще за те четыре пирожка. За какие четыре? Спасибо. Сынок, подожди, сынок. Я б тебе бесплатно отдала, сынок. Но у меня муж-инвалид пришел без ног. Да все в порядке. До свидания. Трое, трое сидят. Сынок, ну трое детей. Муж-инвалид вернулся, с фрукта пьет. Дети малые. Трое их. И мать еще. Мать еще больная. Сынок, возьми. Я б тебе и дам. Храни тебя, господи. Я думаю, это от переутомления. Просто ночное дежурство, и надо немного поспать, и все пройдет. То есть вы думаете, что это все у вас от переутомления? Да, конечно. Отчего еще. Маша, я вас поздравляю. С чем? Вы беременны. Что намерены делать? Нужно тяжелораненых, больных подготовить к переправке в тыл. В нем обозы должны быть уже сформированы. Да это я и так знаю. С собой что намерены делать? Вы же слышали, что я вам сказал? Прошу, не говорите никому. Мне нужно найти мужа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok